Наряду с европейскими и американскими мультсериалами, мы, будучи детьми, также с огромным удовольствием смотрели и японское аниме. Потому что истории подобного жанра, как правило, отличались оригинальным и чрезвычайно захватывающим сюжетом. Однако, несмотря на всю свою прелесть, они в большинстве своем являлись долгоиграющими проектами. Поэтому далеко не у каждого зрителя хватило сил, времени и терпения дождаться их финала. Вместе с тем, мы более чем уверены, что эти ребята в глубине души мечтают наверстать упущенное и узнать концовку своих любимых произведений. А значит, сегодня мы им в этом поможем. Покемоны 1997 года. Несмотря на то, что данный проект включает в себя более 20 сезонов, в истории старого поколения заключительным является именно пятый сезон. А раз так, то и говорить мы будем исключительно о тех событиях, которые происходили в его финальной серии. В ходе развития сюжетной линии данного эпизода, Эш и его верный друг Пикачу отправляются на корабле в регион Хоэн, чтобы навестить профессора Бёрча, а также отыскать новых покемонов и познакомиться с их тренерами. Герои с легким сердцем плывут навстречу будущим приключениям и даже не подозревают, что команда R ведет за ними пристальное наблюдение. Дождавшись темноты, неугомонная троица пробирается в каюту Эша и похищает Пикачу. Однако в последний момент до ушей спящего парня доносится жалобный зов его покемона, и он со всех ног мчится к капитану корабля с просьбой о помощи. К сожалению, их совместная попытка одолеть злодеев оказывается провальной, и члены команды R, разгромив полсудна, благополучно смываются с места преступления, прихватив с собой Пикачу. Капитан с горем пополам, добравшийся до ближайшего порта, принимается устранять пробоины, а Эш, не раздумывая, бросается за наглыми воришками в погоню. Но те, забравшись на крыши движущихся фур, ускользают у парня прямо из-под носа. Тем не менее, по случайному стечению обстоятельств, параллельно движущиеся машины неожиданно меняют свое направление. И в итоге Джесси с Джеймсом отправляются в одну сторону, а Мяут с Пикачу в другую. В итоге, последним приходится провести какое-то время вместе, и даже бок о бок сразиться с враждебно настроенными покемонами. В результате чего, былые враги на короткий миг становятся друзьями. Правда, вскоре сладкую парочку обнаруживают Джесси и Джеймс, и Мяут, позабыв обо всем на свете, принимает их сторону. К счастью, в этот самый миг на горизонте появляется Эш, в компании с офицером Дженни и вместе с армией покемонов, которых ранее разгромил Пикачу, они восстанавливают справедливость. После этого, Эш со своим электрическим другом возвращается на корабль, и они продолжают свое путешествие. Наруто, 1999 года. Финал одного из самых популярных аниме в истории ознаменовался окончанием Четвертой мировой войны, появлением на скале Хокаги лица Какаши, ожесточенной дракой Наруто и Саске, в ходе которой оба парня потеряли руку, а последний, наконец, осознал свои ошибки и подобрел. Началом романтических отношений между Саске и Сакурой. И, конечно же, таким грандиозным событием, как свадьба Наруто и Хинаты. Собственно говоря, церемония бракосочетания данной парочки является центральной темой заключительной серии. В связи с чем, первая половина сюжета посвящена организации мероприятия. Продумыванию слов поздравления, приглашению гостей, записыванию видеообращений к будущим супругам и так далее. А вторая уже непосредственно связана проведением самого торжества. В общем и целом, любимое аниме нашего детства получило достойное завершение. Все, когда-либо существовавшие между героями разногласия, разрешились. А парочки, которых давно шиперили поклонники, в том числе Шикомару и Тэмари, наконец перестали скрывать свои чувства. Кстати говоря, вас никогда не удивлял тот факт, что герои аниме в большинстве своем являются школьниками, которые параллельно с учебой успевают спасать мир и его человечество от всевозможных монстров. На наш взгляд совмещать такие несовместимые вещи можно только в том случае, если вы находитесь на дистанционном обучении и можете изучать любую интересующую вас дисциплину, например, английский язык, удаленно. Кстати, об английском. Возможно, вы не в курсе, но знаменитый персонаж Наруто Уцумаки, обучаясь в академии, частенько прогуливал данный предмет, поскольку педагоги в его учебном заведении не могли так увлекательно и доходчиво объяснить ему материал, как это делают преподаватели онлайн-школы английского языка Skyeng. Более того, помимо интересных, интерактивных и невероятно эффективных занятий, ученикам Skyeng предоставляется возможность выбирать. Неужели? Ура! Начиная от времени проведения урока и заканчивая преподавателем. Но разве это не здорово? Конечно, здорово, особенно если учесть, что заниматься можно из любой точки земного шара. При всем при этом, первый урок в вышеупомянутой онлайн-школе совершенно бесплатный. Все-таки людям порой удается меня удивить. А это значит, что у вас есть уникальная возможность познакомиться с принципами и методами преподавания Skyeng. И вместе с тем не потратить ни копейки. В общем, регистрируйтесь. А если вам понравится и вы решите продолжить обучение, то введите промокод NIKLESS и получите плюсом два бонусных урока в подарок. Но для тех, кто еще не осознал всей важности английского языка для современного общества, присоединяйтесь к бесплатному марафону от Skyeng. По формированию привычки учить английский. Вам на протяжении 15 дней в ВК или на почту будут приходить конкретные советы, которые помогут вам полюбить язык и осознать его пользу. От вас требуется только выделять по 20 минут в день и на то, чтобы следовать этим советам. Ссылка на марафон в описании. Стальной алхимик 2003 года. В центре сюжетной линии данного аниме находятся братья Эдвард и Альфонс, которые после смерти матери с головой погрузились в изучение алхимии, дабы с ее помощью воскресить покойную женщину. К сожалению, эксперимент оказывается неудачным, и парни не только теряют надежду вернуть мать к жизни, но еще и получают серьезные увечья. Так старший из братьев, Эд, лишается левой ноги, а младший, Ал, тело. Тем не менее, Эдвард находит способ спасти Альфонса. Привязав его душу к доспехам, он тем самым спасает парнишку от гибели, и вместе они вновь продолжают свои исследования в области алхимии. На протяжении 51 серии ребята переживают невероятные приключения и сталкиваются с многочисленными опасностями, в числе которых стоит выделить гомункулов, армию искусственных людей, обладающих сверхчеловеческими способностями. Вплоть до финального эпизода истории эти создания под руководством злодейки Данте вставляют палки в колеса главных героев. Но в конечном итоге, благодаря содействию своих боевых товарищей, Эдварду и Альфонсу удается с ними расправиться. Правда, без потерь в их собственных рядах не обходится. Так, во время схватки парней с гомункулами, Алл жертвует собой ради спасения Эда. Однако последний, узнав от Розы о самоотверженном поступке брата, в свою очередь тоже жертвует собой, дабы вернуть его обратно к жизни. В конце же серии зрители могут лицезреть здорового и невредимого Алла, который, правда, вновь превратился в беззаботного десятилетнего ребенка и при этом потерял изрядную часть своих воспоминаний. Впрочем, образ брата и моменты, связанные с ним, сохранились в памяти мальчишке. Поэтому он обращается к Изуми с просьбой обучить его алхимии, с помощью которой он бы смог однажды вернуть Эдварда. Что касается самого Эдварда, то впоследствии выясняется, что с ним все в порядке, и на данный момент он проживает со своим отцом в Мюнхене 1921 года. В конце эпизода нам показывают обоих братьев, которые тянут к небу руки, и мысленно обещают друг другу встретиться когда-нибудь вновь. Приключения дегимонов 1999 года Для тех, кто уже успел позабыть ключевые моменты сюжетной линии данного аниме, напоминаем, что главными действующими лицами сериала являются 8 ребятишек, где они вместе со своими боевыми напарниками, дегемонами, вынуждены сражаться с разнообразными и при этом невероятно опасными противниками. По мере развития истории главные герои не только очищают мир от врагов, но и растут как личности, учатся слушать свое сердце, а также культивируют в себе доброту, самоотверженность и, конечно же, преданность друзьям и своим идеалам. Несмотря на то, что данный мультсериал состоит из 7 сезонов, в действительности только первые 2 из них считаются основой классической истории дегимонов. Все же остальные являются просто-напросто спин-оффами. Что же касается финального эпизода интересующего нас аниме, то он представляет собой полнометражный фильм, который носит название «Дегимоны. Наше будущее» и повествует о событиях, произошедших после финальной битвы между героями и лидером злых дегимонов Вандемоном. Главным антагонистом картины выступает король Дросил, который жаждет, чтобы цифровой мир поглотил мир главных героев. С каждой минутой план злодея притворяется в жизнь. Границы между параллельными вселенными стремительно стираются. По всему миру происходит отключение электроэнергии и сбой техники. Агрессивно настроенные дегимоны, в том числе и обезумевший дегимон Матидзуки, Майкумон, крушат все на своем пути. Тем не менее, несмотря на огромную мощь противника, друзья не собираются сдаваться и жаждут во что бы то ни стало восстановить былой баланс и гармонию. В ходе длительной напряженной битвы им удается сорвать гнусный замысел короля Дросила. Однако, спасти своего товарища Дайга и дегимона Майкумон, за которую ребята так долго и отчаянно боролись в предыдущих сериях, к сожалению, не выходит. Темный дворецкий 2008 года Данное аниме представляет собой 36-серийную историю, повествующую об осиротевшем юноше по имени Сиэль, который, дабы спастись от неминуемой смерти, заключил сделку с демоном, пообещав впоследствии отдать ему свою душу. На протяжении двух сезонов мальчик и демон Себастьян, который вынужден играть роль его дворецкого, исполняя приказы королевы Виктории и расследуя разнообразные преступления. В результате тесного сотрудничества оба очень сильно привязываются друг к другу и становятся чуть ли не лучшими друзьями. Однако, несмотря на этот факт, их прежняя договоренность, согласно которой главный герой обязан пожертвовать демону свою душу, все еще остается в силе. Впрочем, когда для Сиэля наконец наступает время выполнять данное Себастьяну обещание, выясняется, что на душу парнишки имеется еще один претендент, а именно Клод Фаустус, демон, прислуживающий графу Транси. Хладнокровно расправившись со своим хозяином, он забирает его душу и заточает ее в кольце, которое впоследствии надевает на палец Сиэлю, в связи с чем воспоминания последнего смешиваются с воспоминаниями убитого юноши. И он, перебравшись в поместье графа Транси, приказывает Себастьяну больше не попадаться ему на глаза. Тем не менее, спустя какое-то время сущность Сиэля берет верх над духом покойного Алоиса, и к мальчику начинают постепенно возвращаться воспоминания. При этом служанка графа Транси, Анна, которая тоже оказывается демоном, успевает переговорить с душой своего повелителя, и признается ему, что когда-то его брат Лука заключил с ней контракт, с просьбой уничтожить деревню, в которой Алоис провел ужасное детство, и которую люто ненавидел. Также девушка добавляет, что они с Лукой были единственными, кого она когда-либо любила. И парень, тронутый ее словами, меняет к ней отношения и решает заключить контракт, главное условие которого состоит в том, чтобы душа Сиэля не досталась ни одному из демонов. Во финале истории между Себастьяном и Клодом Фаустасом происходит ожесточенная битва, в ходе которой первый одерживает победу. Теперь он готов забрать душу мальчика, и, соответственно, прекратит свою службу в качестве дворецкого. Однако, благодаря договоренности Анны и Транси, Сиэль перерождается в демона, а это значит, что Себастьяну придется подчиняться его приказам вечно. В конце серии мальчик прощается со своими слугами, друзьями и знакомыми, и покидает свое поместье. Бродяга Кэнсин 1994 года. Прежде чем перейти к обсуждению событий финальной серии данного аниме, хотелось бы напомнить, что в центре сюжета истории находится бывший воин императора Химура Кэнсин, который в один прекрасный момент решает покончить со статусом жестокого хладнокровного убийцы. И покинув государственную службу, он отправляется странствовать по свету, чтобы вершить добро и справедливость, тем самым искупая свою вину в прошлом. В одном из эпизодов мультсериала он спасает от лап бандитов девушку по имени Камия Каору, и та в благодарность за его помощь позволяет парню остаться жить в ее школе фехтования. Там наш герой впоследствии обретает свою любовь в лице все той же Каору, а также находит верных друзей, вместе с которыми они на протяжении трех сезонов переживают множество опасных, но при этом невероятно увлекательных приключений. Так, например, в предпоследней серии истории Кэнсину и его храбрым товарищам приходится сразиться с представителями клана Воды, которые собираются взять под контроль путь дракона, являющийся главным источником энергии Ци, и с его помощью уничтожить собрание государственных чиновников. Как вы наверняка уже догадались, героям истории удается победить в этой битве, после чего они с помощью нефритового герба останавливают путь дракона. Что же касается финального эпизода аниме, то он носит название «Конец странствий», и в большей степени посвящен совместному времяпровождению Кэнсина и Каору. В начале серии парочка отправляется навестить неизвестную нам могилу, после чего влюбленный выходит к морю, где вскоре их настигает сильный ливень. Дабы пережидать непогоду, герои укрываются в близлежащей заброшенной лачуге, а затем, ближе к вечеру, хозяин одного из прибрежных домов предоставляет им ночлег. Кэнсин по инициативе Каору остается с ней в одной комнате, после чего девушка, недолго думая, накрывает его руку своей рукой, и они засыпают. Ночью Каору снится кошмар, в котором Кэнсин прощается с ней и уходит в неизвестном направлении, в связи с чем девушка просыпается и к своему ужасу обнаруживает, что парень действительно исчез. Каору бросается на поиски возлюбленного, и когда, наконец, его находит, то от избытка чувств бросается в его объятья. Король-шаман 2001 года. Что касается данного аниме, то оно являлось одним из наших самых любимых историй, а строки из его опенинга навечно въелись в нашу память и сердце. Тем не менее, концовка проекта немножечко подпортила впечатление от ранее увиденных серий, поскольку оказалась мало информативной и оставила многие вопросы зрителей без ответа. Итак, в начале финального эпизода мы наблюдаем сцену сражения двух претендентов за звание Короля Шаманов, а именно главного героя Йо и его брата Зика. Последний, к слову, дважды до этого удостаивался вышеупомянутого титула и сейчас хочет во что бы то ни стало повторить успех былых лет и обрести силу, с помощью которой он сможет уничтожить человечество, угрожающие, по мнению парня, благополучию планеты и ведущие ее к гибели. Противостояние персонажей набирает обороты, поскольку каждый из них настроен на победу и не собирается уступать пальму первенства своему противнику. Но внезапно, к огромному ужасу наблюдающих за поединком людей, Зик берет над своим родственником верх. Тем не менее, Йо выживает, и его друзья выражают ему свою поддержку и ободрение, в результате чего уровень его фуриоку увеличивается и мальчишка во втором раунде одолевает Зика, при этом освобождая Короля Духов из заточения. Последний исчезает, в связи с чем турнир прерывается, а деревня Добби становится закрытой для всех, кроме Большого Совета. Ребята, в свою очередь, возвращаются к обычной жизни, терпеливо ожидая, пока Король Духов соизволит указать им дальнейший путь и позволит продолжить турнир. Однако, спустя месяц этого так и не происходит, и в конечном итоге герои свыкаются с тем фактом, что мир шаманов больше никогда не откроет для них свои двери. Впрочем, долго страдать им по этому поводу не приходится, потому как в сцене после титров они замечают на горизонте падающую звезду, знаменующую собой предстоящее продолжение турнира. Вот только зрителям узнать о его результатах можно будет только благодаря манге, так как второго сезона аниме, к сожалению, не предвидится. Блич 2004 года. Увлекательная история, повествующая о рыжеволосом парнишке Ичига Курасаки, способном видеть призраков и духов, завершилась аж в 2012 году на 366 серии. И этот факт, в свою очередь, означает то, что проект много лет пользовался огромным успехом у публики и не сдавал своих позиций. Несмотря на растянутый сюжет, каждый эпизод вышеупомянутого аниме был насыщен невероятно интересными и захватывающими событиями. Поэтому неудивительно, что на его финал поклонники возлагали огромные надежды. Надежды большинства из них, увы, не оправдались, и сейчас разберемся почему. Во-первых, аниме оборвалось на самом интересном месте и оставило после себя недосказанность. А во-вторых, вдребезги разбило сердца фанатов пары Ичига и Руки. Дело в том, что подавляющее число зрителей еще с самого начала мультсериала шиперили Ичига Курасаки с Руки. И были уверены, что главный герой произведения рано или поздно признается ей в любви. Однако, к их огромному негодованию ничего подобного не произошло. Вместо этого, в заключительной серии арки про потерянное удостоверение парень, ставший, к слову, временным щенегами, попрощался с девушкой, пообещав, правда, что когда-нибудь они увидятся вновь, и отправился на землю хоронить труп поверженного им Гинджоу Куго. Желая оказать последнему своеобразную дань вожения. Что же касается концовки манги, то она тоже не принесла почитателям Ичига и Руки ничего, кроме разочарования. Поскольку главный герой в конечном итоге сыграл свадьбу с Орихимой, а Рукия стала женой Рэнджи. Инуяша 2000 года. Главной героиней данной истории является ученица средней школы по имени Кагомо Хигураси, в теле которой сокрыт волшебный камень четырех душ, наделяющий демонов невиданной силой. В первой серии аниме девушка неожиданным для себя образом переносится из современного Токио в средневековую Японию, где вскоре становятся жертвы нападения демона Сороконожки, который похищает у нее священную реликвию. Вследствие чего Кагомо приходится обратиться за помощью к Ханье Инуяше, послужившему, собственно говоря, причиной ее смерти в прошлой жизни. Парень соглашается сотрудничать с девушкой, втайне надеясь захватить камень в свои руки. Однако новоиспеченная знакомая нашей героиня надевает на хитрого полудемона волшебные четки, благодаря которым Кагомо получает возможность его контролировать. Общими усилиями сладкая парочка одолевает Сороконожку, однако вскоре после этого героиня случайно разбивает заветный камень на множество осколков, которые в свою очередь разлетаются по всему миру. В связи с этим происшествием Кагомо и Инуяши отправляются на поиски обломков волшебного артефакта, и в конце концов в ходе путешествия между ними возникают чувства. Во финале истории главная героиня попадает в плен камня, и они с Инуяшей оказываются отрезанными друг от друга. Парень бросается на поиски любимой, однако демоны сообщают ему, что девушке суждено стать частью камня и сразиться с душой на року. Инуяша подобный исход совершенно не устраивает, и он в порыве гнева и отчаяния предпринимает попытку докричаться до Кагомо. Тем же временем камень пытается подтолкнуть девушку к тому, чтобы она загадала свое самое сокровенное желание, а именно желание вновь увидеть Инуяшу. Тем не менее девушка осознает, что камень никогда его не исполнит, и отказывается загадать желание, после чего взору парня открывается полоска света, указывающая ему местонахождение возлюбленной. Он, не раздумывая, разрезает его Тесайгой, и в тот же миг оказывается лицом к лицу с Кагомо. В этот самый момент девушка наконец загадывает желание, приказывая камню душ сгинуть навсегда. И тот исчезает, а Кагомо вместе с тем благополучно возвращается в свой мир. Проходит три года с момента вышеупомянутых событий. Кагомо заканчивает школу и, объяснившись с матерью, принимает решение вернуться в эпоху средневековья, дабы воссоединиться с любимым, без которого она не представляет своей жизни. Чувства девушки оказываются настолько сильными, что временной портал срабатывает, и Кагомо к огромной радости Инуяше возвращается в Японию, однако при этом оказывается навсегда отрезанной от своих родных и близких. Сайлар Мун 1992 года. История о прекрасной воительнице по прозвищу Сайлар Мун, которая, заручившись поддержкой четырех молодых девушек, Ами, Рэй, Макото и Минако, на протяжении пяти сезонов сражалась со вселенским злом и завершилась в далеком 1997 году, однако не утратила своей актуальности и по сей день. Что касается финальной серии проекта, то она носит название «Усаги спасает галактику», которая, как вы наверняка догадались, полностью отражает собой суть ее сюжета. В ходе развития событий данного эпизода, мы становимся свидетелями масштабной кровопролитной битвы между командой Сайлар Мун и одержимой Хосом Галаксией. В свое время девушка заключила его разрушительную силу в себе, надеясь таким образом установить над злодеем контроль и тем самым не позволить ему вершить его темной делишке. Однако, впоследствии, сама стала заложницей своего узника. Перейдя на темную сторону, Галаксия начинает похищать звездные семена Сайлар Воинов, чтобы увеличить свою мощь и в предпоследней серии истории ее жертвой становится сама Сайлар Мун. В финале же картины крошка воин по имени Чиби-Чиби возвращает девушке звездное семя, а сама превращается в меч, которым главная героиня должна убить Галаксию. Тем не менее, Усаги Цукино никак не может нанести противнице сокрушительный удар, поскольку верит, что в ней все еще теплится доброта. Воительница вступает с Галаксией в диалог, и, наконец, после длительных переговоров, сопровождающихся попытками злодейки укокошить девушку, нашей героине все-таки удается достучаться до ее сердца, в результате чего Галаксия избавляется от тирании хаоса, и погибший персонаж воскресает. Сериал заканчивается возвращением принцессы Метеор и ее воинов на родную планету, а также поцелуем Усаги и Мамору. Спасибо большое за ваш просмотр. В комментариях вы можете оставить название аниме или мультсериала, о концовке которого вы бы хотели узнать. О самых популярных и любимых зрителям мы расскажем в следующих выпусках. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте по мультфильмам, там всегда интересно. С вами был Никлас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok